Уходил от полиции вопреки всем правилам. Скорость держал за 200, ехал по встречной, проскакивал на красной. Полицейские в патрульных машинах держали за гонщиком до последнего и даже открыли огонь. Но и пули не смогли остановить нарушителя. Кто был за рулем внедорожника, а кто не был, узнал Александр Карпов. Ха, три шестерки, ха-ха. Демонические номерные знаки, да еще на белом Porsche Cayenne, по неписанным дорожным правилам индульгенция на любое нарушение правил писанных. Тем поразительной, пустяшной оказалась повод для ночной погони. По официальной версии, не горящие габаритные огни. Инспекторы ДПС пытались остановить внедорожник, чтобы пожурить водителя. Но никак не могли догнать. Он их нагло игнорировал. 220 по встречке, не замечая ни двойных сплошных, ни красных сигналов светофора, ни сирен, ни надрывающихся на полицейских машинах громкоговорителей. На двойных гонщик не останавливается. Прямо! Открываем водой, стреляем! Открываем водой, стреляем! Мигающая и завывающая кавалькада во главе с Каеном пролетело садовое кольцо, намчалось до третьего, свернуло на Волгоградку. На пересечении с Люблинской улицы полицейские открыли огонь. По закону о полиции имели на это право. Но статья 23 закона разрешает лишь, цитата, остановку транспортного средства путем его повреждения. То есть стрелять должны были строго по колесам. А водитель и владелец Порша Александр Бахвалов утверждает, машину изрешетили так, что это больше напоминало огонь на поражение. Стекло, дверь, бампер и колесо было пробито уже сделал. А как это колеса? Продырявленный внедорожник задержали через два дня в Жуковском, на перекрестке, по ориентировке. Нами был замечен подозрительный автомобиль, который подходил под ориентировку, который был очень сильно грязный, не читаемые государственные номера. Нами было обнаружено, что у данного автомобиля имел повреждения в виде пулевых отверстий на заднем левом стекле и задней левой двери. Но за рулем оказался другой человек, не владелец машины, некий Николай Жалобай. Бахвалов якобы попросил его отвезти машину в ремонт. Но, как обычно, законопатить пулевые отверстия. А Жалобай, как обычно, ездил без прав, потому что никогда их и не получал. И теперь ему за это, как обычно, ничего не будет. Штраф, административный штраф. Так, а лишение прав? Так у него не было водительского удостоверения, он не имел права управления. Вообще он не имеет водительского удостоверения. Чудеса продолжались. Ни Бахвалова, ни Жалобая не задержали. Хозяин авто вообще на полном серьезе утверждает о том, что у полиции к нему есть вопросы, узнал лично следующее утро. То есть погони со стрельбой для него, что-то вроде ежевечерней разминки перед сном. Утром мне звонит папа, говорит, пришли с автоматами домой по прописке. Говорят, что ты стрелял из водительского окна, стреляли по сотрудникам. Ему такое сказали. Я говорю, бред вообще полный, не слушаю, не было такого. А почему вы не могли снять? Потому что у меня документов с собой не было. Документы дома забыл. Не было времени. Я просто знаю кодекс, знаю, что за неостановку это штраф от 200 до 500 рублей. Я что, дурак, что ли? Что я стал бы рискать жизнью. Александру Бахвалову 23 года. Порш Каен в его автопарке не единственный. И все авто по чистой случайности с непростыми номерами. На машины, по его словам, зарабатывает тяжелым трудом. Обычный, неприметный такой работяга. Типичный выпускник Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Вот на его скромной странице в социальных сетях фотографии с подписью «Принц» на белом Каен. В интернете сегодня развернулась дискуссия. Не стесняясь в выражениях, обсуждают, достоин поступок юного Бахвалова, общественного порицания или корпоративного одобрения. Машину ему, кстати, весьма оперативно вернули. И даже не факт, что отберут права. За выезд на сторону дороги предназначен для встречного движения. Там, соответственно, предусмотрена ответственность от 4 до 6 месяцев лишения права управления транспортным средством. Материал направлен в суд. Тем временем в отношении инспекторов, участвовавших в погоне, проводится служебное расследование о правомерности применения ими табельного оружия. Александр Карпов, Полина Ермолаева, Вести, Москва. Следственный комитет завершил предварительное расследование в отношении двух сотрудников СИЗО «Бутырка», которых считают причастными к смерти.